Аудиокниги Глава девятнадцатая Андрюша с Вороном нашли Вениамина в предбаннике. Он сидел чёрный, страшный, но весёлый. За дверью мылась Ангелина, и он ждал своей очереди. — Ты куда пропал? — спросил Веня Андрюшу, когда тот приоткрыл дверь. — Тут на нас нападение было. — Я знаю, — сказал Андрюша. — Я за этим типом гонялся. В предбаннике было тепло, пар пробивался из-под двери. — Мне не везёт, — сказал Вениамин. — Я его на дуэль вызову. — И не мечтай, — отозвался из-за двери голос Ангелины. — Без тебя справимся. — А я всё равно вызову. Вениамин засмеялся, и зубы его показались ослепительно-белыми на чёрном блестящем лице. — Ох, да чего же кожу стягивает. Ты с Вороном подружился? Веня ничему не удивился и ничего не боялся. Его переродила любовь. Приди Андрюше с тигром, он бы и тигра принял как должное. — Веня, Ворон хочет сообщить нам нечто важное, но делает это на непонятном языке. Дед Артём просит твоей помощи. — Говорите, — сказал Вениамин. — Я давно подозреваю. Гришка надул грудь, положил на пол шпору и сказал оглушительно в одно слово. — Перес-пер-ра-а-да-стра. — Близко, близко, — закричал Вениамин. — Я слышал эти слова. — Тем более, — сказал Андрюша, — расшифруй, будь другом. Может, мы, наконец, разгадаем эту проклятую тайну. — Продолжайте, — сказал Вениамин, соскребая тушь сачков. — Меа-кульпа, — тихо произнёс Ворон. — Что? — Омния-прекла-ра-ра-ра-ра. — Ага, — согласился Вениамин. — Я с тобой совершенно согласен. — Геля, ты слышала, что он о тебе говорит? — Почему обо мне? — спросила из-за двери Ангелина. — Он кричит на тарабарском языке. — Нет, — сказал Вениамин. — Он говорит, что всё прекрасное редко, и это касается тебя. Я убеждён. — Эй, чьи, роп, дыма.